Встреча депутата Московской областной думы Владимира Жука с жителями Петровского началась с осмотра двухэтажных жилых домов, где в данный момент проводится капитальный ремонт. Предыдущий приезд представителей законодательной власти состоялся в апреле, когда всё только начиналось. Сейчас же одни дома уже имеют гладкие отштукатуренные стены, в других отделочные работы ещё ведутся. По контракту у нас 14 домов. Это фасадные работы, внутренние инженерные системы, которые включают отопление, горячее и холодное водоснабжение и электрика в местах общего пользования. После корректировки программы фондом капитального ремонта сроки окончания работ несколько сдвинулись. Теперь в шести домах предстоит утеплить фасады и провести ремонт канализации. Ориентировочно завершить реконструкцию планируется в середине сентября. Следующим пунктом проверки стал дом номер 130. Здесь практически закончена облицовка здания навесным фасадом. Чтобы закончить работу, необходимо перенести газовую трубу, идущую по стене. Для этого нужно провести проектирование и экспертизу. В остальном жители довольны. В подъездах освещение полностью сделали, очень красивые светильники поставили, с датчиками движения, с датчиками от звука даже работает. Новые электрощитки. Но ждем после этого текущего же ремонта внутри подъездов, включая входную группу. С входной группой решается вопрос. Владимир Жук внимательно выслушал все поступившие вопросы. В целом, как он заметил, изменения в лучшую сторону налицо. Вокруг домов стали появляться благоустроенные зоны и тротуары, которых раньше не было. Я не вижу, чем тут сильно нужно вмешиваться. Единственное, только для того, чтобы как-то ускорить работу. Потому что и подрядчики, и заказчики, они работают в одном ключе, конструктивно. У них таких больших вопросов нет. Жители тоже понимают. Конечно, им не очень нравится, что идет ремонт, а они живут. Но без этого никуда не денешься. И они прекрасно понимают, что еще немножко, и ремонт будет завершен. Все обращения по другим вопросам депутат пообещал не оставить без внимания. Дмитрий Книга, Владимир Андреянов, Елена Кошелева, Видное ТВ.